Такое же принцип действия, как в катамаране, здесь сидит человек, крутит медали, за счет чего вращаются вот эти лопасти и есть возможность передвигаться. Производитель подводной лопки описывает в своих чертежах. И она использует такую, планирует использовать такую подводную лопку для поэкспертизма. А здесь описывается, демонстрируется как сам подводный костюм, так и в принципе подводного дыхания. От костюма на поверхность воды ведут тростниковые трубки. На поверхности они удерживаются в этих тяжелых лопатках и деколах. Таким образом, обеспечен доступ к воздуху, хоть и трубка у человека есть. Сами трубки скреплены такими пружинами, которые не дают им слипаться, за счет чего доступ к воздуху постоянно. Однако предусмотрен тот случай, если все-таки каким-то образом по этим трубкам доступ к воздуху будет ограничен. Отсюда ведет третья трубка. И она присоединяется к той сумке, в которой должен находиться запасный метод. Архимедов винт Леонардо предлагает использовать в качестве водного насоса для поднятия воды. Таким образом, этот винт погружается в воду, вращая его, по спиралям поднимается вода. Можно было поднимать воду для бытовых, хозяйственных нужд, а также можно было контролировать уровень воды при реках, чтобы избегать заноклиния. Здесь демонстрируется принцип действия гидравлической пилы. Или пилы, которая приводится в действие силами воды без усилий человека. Каким образом? Ключевой в этом механизме является шестеренка. Эта шестеренка помещена в русло бурной речки, и вода заставляет ее вращаться. Она вращается с достаточно большой скоростью, задействуя другой механизм, который позволяет вращаться вот этой подставке, на которой находится длина. В свою очередь вращаются также пилы, которые распиливают длина. Здесь находятся зеркальные комнаты, и Леонардо понимает, что наложение зеркал, если наложить зеркала на семиугольник, это происходит в такой зеркальный коридор, в такой пространстве, где человек сможет увидеть бесконечное количество воды без собственных сотрошений. И, в общем-то, благодаря этому, благодаря поскольку наложению зеркал, человек сможет вверх тес, крутя головой, увидеть себя в различных позициях наложения зеркал. Отполагается, что вот таким образом он также мог изучать свои модели. Вот таким образом, такая вот комната, и есть небольшое отрежствие, можно наблюдать за тем, что происходит в этой комнате. Дружище, дружище, дружище.